А вы знали, что в мире существует около 1500 музыкальных инструментов? И научиться играть хотя бы на одном из них это огромный труд. Музыку увлекаются многие, но не все готовы посвятить ей свою жизнь. Гора новостей получила уникальную возможность побывать среди виртуозов музыкального искусства. В Уфе проходит городской конкурс инструментальных ансамблей малых форм среди обучающихся музыкальных школ города. Конкурс посвящен 450-летию Уфы. Согласитесь, это крутой способ поздравить башкирскую столицу с юбилеем. Артем, с чем вы выступаете? Мы выступаем с произведениями Эмила Крунги «Бабочки» и «Соловей дрозд». Бабочки рассказаны о том, как одна пара бабочек летпаркают с один цветок на цветок. И что-то типа играют между собой. А «Соловей дрозд» это о том, как как бы соперничество между «Соловьем» и «Дроздом», но потом они вместе мирятся и начинают вместе петь. Кстати, не стоит путать музыкальный ансамбль с оркестром. Дело в том, что в оркестре несколько инструментов объединяются в общую мелодию. Когда как в ансамбле, каждый музыкант является солистом и играет только свою партию. Девочки, расскажите, как попасть на такой конкурс. Ну, чтобы попасть на этот конкурс, нужен большой опыт и хорошо играть. Нужно с самого начала учить одинаковые произведения, чтобы вместе потом сойтись. Как вы работаете в ансамбле? Ну, чтобы играть в ансамбле, надо играть слаженно. И у нас споров не было, потому что мы играем вместе, и у нас пока что не было ошибок. Но мы пока что только начинаем играть в ансамбле, только первый год. Я играю на скрипке, она играет на фортепиано. Ну, мне кажется, чтобы вместе играть, надо чувствовать ритм, ну, отсчитывать и слушать друг друга. В шести номинациях выступают 75 ансамблей. Это около 220 музыкантов. Конкурс проводится ежегодно. Это уже третий раз, когда юные ансамблисты показывают свои умения. А почему вы захотели поучаствовать? Это интересно участвовать в новых конкурсах. Это новый опыт, новые эмоции. Это такие хорошие эмоции, что участвуешь в каких-то конкурсах, и это очень хорошо для саморазвития. Расскажите, насколько строгая жюри? Жюри на этом конкурсе строго, не только музыку оценивают. Я думаю, что перед жюри более страшнее выступать, чем перед учителями, потому что тебе незнакомые люди. Лауреатом Гран-3 стал фортепианный ансамбль из Уфинской детской школы искусств имени Виктора Пегова, Мартюченко Ника и Прохорова Ульяна. Поздравляем победителей! Выступать на публике не так-то просто, а при этом играть на музыкальном инструменте еще труднее. Но все ребята справились на отлично, и я уверена, что еще не раз проявят себя на других конкурсах. Пожелаем им удачи! Кристина Айдарова, Татьяна Никитина. Специальная Лигары новостей.